Очередной яркий домашний матч, который самарские болельщики надолго сохранят в памяти. Так можно описать встречу первого полуфинального поединка между крыльями Советов и московским ЦСКА, прошедшую накануне вечером. Потерпев болезненное поражение на выезде от столичных армейцев в последнем туре РПЛ со счетом 0-4, подопечные Игоря Осенькина явно хотели реабилитироваться перед болельщиками. Для всех фанатов, пришедших на стадион, организовали настоящий спортивный праздник. Зрители угощали сладостями и горячими напитками, подготовили для жителей и гостей Самары несколько концертных номеров. А до начала матча на трибунах арены выступала Таня Ткачук из группы «Майя Мишель». Любители футбола, которые явно соскучились по такой атмосфере, делились самыми смелыми прогнозами перед началом встречи. Мне кажется, 1-0 должны наши выиграть. Я в растерянности, но хотелось бы, чтобы крылья победили. Забегая вперед, отметим, крылья не победили, а первый тайм навевал тоску. Единственный опасный момент создали гости. Кучаев проверил на прочность каркас ворот Ломаева и штрафной. Сухой отправил команду на перерыв. В раздевалке Игорь Осенькин, как это уже принято, смог достучаться до своих футболистов. На второй тайм вышли совсем другие крылья. Правда, чтобы воплотить на поле план тренера, Волжанам пришлось пропустить. Молодой голкипер Иван Ломаев не успел вернуться в ворота, а его партнеры подарили мяч сопернику. Быстроногий Хесус Медзин наказал самарцев за нерасторопность и отправил мяч в пустые ворота. 0-1. Ответ не заставил себя долго ждать. Буквально в следующей же атаке хозяева восстановили равновесие усилиями Писарского после розыгрыша углового. 1-1. Не успели болельщики опомниться, как Бенхамин Гаре снова заставил их вскочить с кресел. Аргентинец эффектно накрутил защитников ЦСКА на правом фланге и отдал пас Ежову. Роман навесил штрафную на Бейла. Глен неотразимо пробил через себя и вывел Самару вперед. Но арбитр усмотрел. В эпизоде положение вне игры гол отменил. Хозяева поля руки не опустили. Лучший бомбардир Кубка России Дмитрий Цыпченко склонил чашу весов в пользу крыльев на 64-й минуте, расстреляв торопа головой с близкого расстояния. Окончательный счет на табло установили москвичи. Сухой указал на точку после просмотра спорного эпизода в штрафной Самарцев. Чалов развел Ломаевый мяч по разным углам. Как итог 2-2. Финалист в паре крылья Советов ЦСКА определится в Москве. Обидно, что не выиграли. Сложная игра была. Но сегодня наиграли на ничью. Вот что могу сказать. Можем играть лучше. Дмитрий Цыпченко, которого любители футбола нарекли королем Кубка, уже думает об ответной игре. Мы вполне можем пробиться дальше в финал. Поэтому я думаю, что с настроем ничего не будет плохого. Ответный поединок с ЦСКА пройдет 5 апреля в Москве. А уже в это воскресенье, 19 марта, волжане примут на домашнем поле Ахмат из Грозного. Стартовый свисток прозвучит в 17.30. Мы будем всесторонне освещать эту встречу в наших социальных сетях. Следите за анонсами. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головин.